Продолжение следует... В рамках делового общения задействованы несколько основных форматов, которые прекрасно нам с вами известны, но каждый из которых имеет свою языковую и невербальную специфику, если мы говорим об оформлении общения и тех этических правил, которые в этой сфере существуют. Итак, это живое общение, где мы можем использовать вербальные и невербальные средства. Вербальные средства – это слова, фразы, речевые клише и невербальные, такие как жестикуляция, мимика и язык тела. Таким образом, в нашем распоряжении вся палитра, с помощью которой мы общаемся с нашим собеседником, и мы можем доносить свое коммуникативное намерение. Конечно, это самый лучший, самый выгодный и самый эффективный формат общения. Это электронная переписка, e-mail или переписка в чате. Здесь уже, конечно, сохраняется только вербальная составляющая, и нагрузка на нее значительно усиливается, поскольку мы уже не можем что-то объяснить нашему собеседнику с помощью жестикуляции или мимики. Нам остается только максимально четко, конкретно и логично формулировать в своем языке. Это телефонное общение, о котором мы еще будем говорить в дальнейшем формате наших лекций, также имеющее основную нагрузку в формате вербального общения. И это онлайн- или видео-встречи, о которых мы начали говорить в прошлый раз и о которых мы продолжим и закончим говорить сегодня. И в прошлый раз я говорила о том, что онлайн- или видео-встречи подразумевают прежде всего две основных составляющих. Два основных компонента. Это компонент вербальный, связанный с тем, что это все-таки разговор, это общение. И те правила этикета, которые в этой сфере существуют, полностью взяты из живого формата общения. Это необходимость приветствия, прощания, извинения в случае опоздания, особые речевые ритуалы, связанные с необходимостью покинуть виртуальную аудиторию раньше, но или оформить свое подключение к общей онлайн-встрече, особенно в случае опоздания. Сегодня же мы вспомним о том, что видео-встреча – это не только аудио, не только слова, но и, собственно, видео. Наши собеседники, коллеги, деловые партнеры не только слышат, но и видят нас на экране, так как вы видите сейчас меня. Я, к сожалению, вас не вижу, но если бы видела, мне было бы очень интересно, и я не сомневаюсь, приятно на вас посмотреть. И сегодня мы поговорим как раз о том, как сделать так, чтобы нашему собеседнику было приятно на нас посмотреть. Как видите, те элементы, которые здесь перечислены на слайде, затрагивают именно визуальное окружение участников онлайн-встречи. Это одежда, в которой участники онлайн-общения видят друг друга, и фон, на котором это общение происходит. И, конечно, это особенности технического сопровождения онлайн-общения, поскольку так уж получилось, что освещение или расположение камеры, или качество передаваемого изображения иногда сводят на нет все усилия организатора онлайн-встречи или ее участников направленные на то, чтобы хорошо выглядеть на экране, на то, чтобы наши собеседники нас видели. Чтобы такого не происходило, будем предпринимать предупреждающие меры, какие именно, сегодня я об этом вам расскажу. Что необходимо помнить и что необходимо соблюдать при проведении организации видео-встречи? Как видите, список, представленный у меня на экране, достаточно внушительный, и чуть более подробно на каждом из этих пунктов я сейчас остановлюсь. То, что касается вербального оформления встречи, об этом мы говорили в прошлый раз, поэтому я не буду тратить ваше время. Вы можете обратиться к первой лекции и вспомнить об этих важных и, конечно, необходимых, не объявленных составляющих онлайн-встречи. То, что касается организационной составляющей, это прежде всего наличие модератора, это конкретно оговоренное время и формат подключения, то есть то, что обеспечивает успешность создания онлайн-общения. А потом уже начинается визуальная составляющая любой онлайн-встречи. И как только онлайн-совещания, заседания, онлайн-консультации и онлайн-занятия, если мы говорим об образовательном дискурсе, стали актуальными, вопрос визуальной составляющей также стал крайне актуален. Какую одежду выбрать для онлайн-встречи? На каком фоне сидеть? Стоит ли использовать или стоять, кстати? Стоит ли использовать искусственный фон? Если да, то какой? Специалисты по онлайн-этикету сразу же стали собирать статистику, мнение, проводить опросы, набирать примеры и приходить к выводу, что является лучшим и оптимальным вариантом. Итак, то, что касается одежды. Возможно, те из вас, кто участвовал в деловых онлайн-встречах, не раз задавались вопросом о том, какую одежду выбрать. Деловую одежду, при условии, что мы ведем трансляцию, созвон из дома, из домашнего пространства, домашнюю одежду или нечто среднее. Как вы можете догадаться, суперстрогих рекомендаций в этой сфере не существует, поскольку сфера крайне молодая. Тем не менее, специалисты по онлайн-этикету уже пришли к выводу о том, что выбор одежды напрямую зависит от того, с какой аудиторией ведется общение. Так, опросы показывают, что более возрастная аудитория представителей старшего поколения более критически настроена по отношению к той одежде, которую выбирают участники онлайн-общения. Из более возрастной аудитории лучше все-таки придерживаться делового стиля общения, как фербального, так и визуального. То есть человек, сидящий перед камерой, представление более возрастной аудитории должен выглядеть так же, как если бы он находился в живой аудитории, то есть в деловой одежде. Представители более молодого поколения придерживаются мнения о том, что одежда должна быть более кэжуал. То есть то, что называется деловой кэжуал или нейтральный кэжуал, она не должна особо привлекать к себе внимание, например, быть нейтральных тонов, быть однотонной, не быть пестрой, не обладать яркими элементами, принтами, украшениями, блестящими деталями и создавать и поддерживать полностью нейтральный деловой настрой участников. Ну и, конечно, не сливаться с фоном, поскольку в этом случае оратора будет очень плохо видно. Я предлагаю придерживаться правил нейтралитета, то есть выбирать ту одежду, которая, с одной стороны, не выбивается из делового фона и делового настроя, а с другой стороны, помогает вам настроиться на деловое общение. Ну и, конечно, при этом остается комфортно и удобно, поскольку работа есть работа, должен быть настроен на деловой лад, но, тем не менее, работать должно быть удобно и комфортно. И мысли о каком-то неудобстве не должны отвлекать участников онлайн-общения от общения и его сути. То, что касается фона, который выбирается для онлайн-общения, здесь тоже мнения разделяются. То, что представлено за моей спиной, это пример достаточно распространенного и, опять же, абсолютно нейтрального фона для общения. Это комната, это жилое пространство, но в то же время не видно никаких приватных деталей. Там есть книжные полки, есть шкаф, достаточно нейтральный по цвету фон, и, в общем-то, ничто не привлекает к себе отдельного внимания, не отвлекает от оратора и в то же время не является абсолютно пустым белым фоном, на котором достаточно тяжело сосредоточиться. Дело в том, что, опять же, как говорят опросы, как говорит статистика, онлайн-собеседники очень плохо воспринимают чистый белый фон, на котором находится их онлайн-оратор. Они бы предпочли, чтобы это было настоящее пространство с какими-то не очень значительными деталями, не отвлекающее, не раздражающее, но в то же время не являющееся пустым визуально. И, конечно, не заполняющее собой все, то есть не слишком темное, не слишком яркое, не отвлекающее внимание, не раздражающее глаз. То есть, опять же, тот же самый принцип нейтральности, как и в одежде. Но, конечно, есть еще такое явление, как искусственный фон. Что интересно, последние опросы показывают, что его предпочли бы только 7 или 6 процентов опрошенных. При том, что цифровой фон оказался очень популярен, тем не менее, участники онлайн-общения не очень его любят. Возможно, это связано с тем, что он технически несовершенен и создаются некоторые артефакты, когда человек двигается и фон за ним не успевает. Возможно, есть другие нюансы. Например, психологически людям все-таки комфортнее смотреть на настоящий фон, на настоящую комнату, или аудиторию, особенно если это полки с книгами, например, красивая библиотека, или что-то подобное, настраивающее на деловой, или просветительский лад. Но, тем не менее, есть достаточно распространенная мода на цифровой фон. Цифровой фон. Однако и при его выборе тоже, конечно, стоит учитывать, подходит ли он для делового общения. Чтобы немножко вас отвлечь, развлечь, и в то же время дать вам познавательные, полезные примеры, я подготовила несколько иллюстраций, показывающих, какие фоны однозначно являются неподходящими. Ну, если мы говорим о деловом общении, конечно, а не о дружеском, например. Или какие являются достаточно спорными. Я сейчас говорю вот об этом. Поскольку, с одной стороны, они визуально привлекательны, но если мы на этом фоне размещаем нашего оратора, то он может просто потеряться, и такой фон может отвлекать. Ну, или вот такой фон, на котором собрана большая часть существующих в онлайн-общении проблем. Я думаю, что подобные примеры хорошо показывают, что юмор – это всегда полезно, здоровый юмор – это всегда хорошо, но в деловом общении, конечно, следует соблюдать определенные границы, чтобы не отвлекаться на посторонние вопросы. От фона и одежды переходим к технической составляющей. Дело в том, что в рамках онлайн-встречи, в отличие от встречи живой, к сожалению, очень большое значение имеет то, как технически эта встреча передается разным участникам. Именно поэтому очень важно, чтобы участник встречи не сидел против света, потому что если бы источник света сейчас находился не передо мной, за мной вместо меня вы бы увидели просто темное пятно, ну или как минимум не рассмотрели бы мое лицо как следует, что, конечно, очень сильно затрудняет онлайн-общение. Еще один нюанс, еще одна деталь, которая очень сильно мешает выстроить онлайн-общение с собеседником – это неправильное расположение камеры. И достаточно часто можно встретиться с тем, что камера располагается сбоку от говорящего, если это не ноутбук, например, а экран, монитор компьютера, на который установлена камера. И собеседники видят своего оратора, своего коллегу не так, как если бы видели при разговоре организованном фронтально. Это неплохо, если это часть общения в целом, например, часть видеомонтажа создает определенный художественный эффект, когда мы смотрим на человека сбоку, немножко в профиле, или в две трети, в три четверти. Но это достаточно тяжело в рамках общения, поскольку мы интуитивно или инстинктивно поддерживаем визуальный контакт с нашим собеседником. Поэтому таких форматов следует избегать. Ну и еще одна деталь, о которой также стоит помнить, это совместное использование экрана, когда оно происходит. Дело в том, что совместное использование экрана, как и любая совместная работа, это с одной стороны процесс, деловой процесс, который требует дополнительной организации. С другой стороны, в наших современных реалиях это еще и некое вторжение в личное пространство. Поэтому, если вы знаете, что вам предстоит совместное использование экрана во время онлайн-встречи, настоятельно рекомендуется все лишнее с экрана убрать. Например, фотографии, которые могут быть на рабочем столе компьютера, предназначенные для приватного использования, личные данные, сканы документов, любая информация, которая не должна попадаться на глаза посторонних. Можно просто навести порядок на рабочем столе, чтобы это не мешало при совместном использовании. И то же самое касается уведомлений, которые могут прийти в чаты и появиться в самый неожиданный момент, опять же, на рабочем столе компьютера во время совместного использования, во время онлайн-встречи, когда эти уведомления все участники смогут прочитать. Как вы понимаете, конечно, это может быть шревато очень неприятными и неловкими последствиями. Так что, чтобы этого избежать, следует заранее подготовиться. Но разговор у нас сегодня оптической составляющей, поэтому есть некоторые любопытные нюансы. И это не только нюансы, касающиеся совместного использования экрана, но и такие нюансы, как запись онлайн-встречи. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что встречу нужно записать. Нужно сохранить эту запись, чтобы была возможность обратиться к ней, что-то посмотреть, уточнить или даже опубликовать ее где-то. Золотое правило, которое касается записи онлайн-встречи, это предупреждение участников. Сейчас большая часть сервисов, которые используются для организации видео-встречи, предупреждают о записи. Но это не отменяет того, что при организации онлайн-встречи все-таки модератору или организатору, инициатору этой встречи необходимо предупредить о том, что будет вестись запись, и тем более о том, что встречи будут где-то опубликованы. Это не только этическое правило, это еще и юридический нюанс, который тоже стоит учесть. Нельзя вести запись видео-встречи без согласия участников. Ну и, конечно, это соблюдение временного регламента, о котором мы немного говорили в прошлый раз, и о котором я вновь вам напоминаю. У каждой встречи должен быть предустановленный, предопределенный хотя бы примерный регламент, которого следует придерживаться. Поскольку у участников встречи могут быть другие планы, последующие встречи, последующие дела, и им будет очень полезна информация о том, сколько времени займет планируемое общение. Как видите, наш сегодняшний разговор получился очень насыщенным и крайне актуальным, поскольку затрагивал не только, да и сегодня, в общем-то, не столько вербальную составляющую онлайн-общения, а сколько этическую составляющую онлайн-общения. Также, как и в любой коммуникации, здесь есть одно очень конкретное и очень живучее правило. Общайтесь с людьми так, как вы хотите, чтобы они общались с вами. Поэтому остаемся вежливыми, не нарушаем временную рекламу, предупреждаем о том, что будет вестись видеозапись встречи, устанавливаем камеру освещения так, чтобы наши собеседники нас видели, слышали, чтобы им хотелось на нас смотреть и нас слышать, и чтобы чрезмерно вестрый фон, чрезмерно отвлекающая одежда или некачественное освещение не затрудняло их восприятие нашей речи и той информации, которую мы хотим до них донести. Вот, в общем-то, и все. Правила простые, очевидные, но те, о которых постоянно нужно помнить во время онлайн-делового и не только делового общения. Очень надеюсь, что напоминание об этих правилах было для вас полезным. Возможно, вы задумывались о том, о чем раньше не задумывались, и надеюсь, что вы будете использовать это в своей деятельности. В следующий раз мы продолжим наш разговор о различных форматах делового общения и о том, что стоит учесть при выборе языковых и не только языковых средств, так, чтобы наши цели были достигнуты. Спасибо за внимание и увидимся на следующей лекции.